Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Хочу сразу поблагодарить вас за интересы, за время, которое вы уделили нашему мероприятию. Тема нашей сегодняшней встречи вы видите на экране. Это взносы предпринимателей за себя в связи с объединением фондов в 2023 году. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. Прошу вас обратить внимание на контактную информацию, то есть адрес электронной почты, телефона, по которой с нами можно связаться и адрес сайта. На сайте размещено достаточно много материалов, которые посвящены и тонкостям учета и различным конфигурациям. Мы будем рады оказать вам любую помощь, которая касается программного обеспечения семейства 1С. То есть это и продажи, и настройки, и доработки, и внедрения. То есть мы будем очень рады вашим вопросам. Если вы можете задать вопросы любым удобным для вас способом, если это будет по электронной почте, то мы сможем более предметно вам ответить, уже конкретно касаемо вашей ситуации, ну и плюс, соответственно, время на ответ будет больше, и мы сможем ответить более подробно. Итак, наша сегодняшняя встреча посвящена изменениям, которых достаточно много в этом году. Проходить наша встреча будет таким образом, то есть нормативную информацию, требования законодательства мы с вами будем смотреть на слайдах. И мы будем с вами переключаться на конфигурацию 1С ERP. Сейчас я перейду в демо-базу. Вот. И, собственно говоря, в демо-базе нам с вами нужно будет посмотреть одну интересную вещь. То есть очень важно, какой релиз программы у вас установлен. Почему я на этом делаю акцент? Потому что в разных релизах, то есть, например, ERP 2.4 отличается от ERP 2.5, то есть функционал сохранен тот же самый, но другая компоновка разделов, некоторых функций, ну, то есть, собственно, отличия в интерфейсе, в некоторых других функциях. Поэтому обращайте внимание, чтобы релиз вашей конфигурации был, ну, если уж не последним, только с минимум одним из последних. Наша конфигурация – это релиз 2.5.8. Хочу обратить внимание, то есть, посмотрите, какой у вас релиз. Можно разными способами. Можно через пользовательское меню сведения о программе, можно через раздел МСИ и администрирование, через обслуживание программы. Здесь есть у нас вот такой вот раздел «Обновление программы». То есть, соответственно, здесь можно проверить, какой релиз у вас установлен, и в случае необходимости, скажем так, поправить его до более нового. Снова переключаемся на наши слайды. Итак, о чем мы будем с вами разговаривать сегодня? Ну, во-первых, практически, наверное, ну, только ленивый не написал о том, что будет очень много изменений, то есть о том, что с 1 января следующего года объединяются фонды, пенсионный фонд и соцстрах, о том, что вводится единый налоговый платеж и так далее. То есть, соответственно, в ключе нашей сегодняшней встречи мы будем рассматривать, что изменится для предпринимателей и, ну, насколько это облегчит или, наоборот, осложнит жизнь. Поговорим про взносы при превышении доходов свыше 300 тысяч, как есть сейчас и как планируется. То есть, что изменится, кроме, кроме самих взносов и что будет связано с единым налоговым платежом, потому что, к сожалению, кроме удобства для бухгалтеров, это принесет дополнительную нагрузку. Ну и затронем еще один новый режим, который со следующего года можно будет уже применять всем. Сейчас, в этом году, это экспериментальный режим, это автоматизированная упрощенная система налогообложения АУСН. Ну и, собственно, поговорим про плюсы и минусы, которые для, так сказать, рядовых бухгалтеров, пользователей и финансистов, что это принесет и что можно сделать в программе, ну, то есть, как себя обезопасить от требований налоговиков, еще каких-то фискальных органов. Ну, то есть, что мы можем сделать, чтобы не попасть под штрафные санкции. И плюс, поскольку штрафные санкции в этом году увеличены, изменены, поговорим еще чуть-чуть об этом. Итак, собственно говоря, чисто если сравнивать финансовую нагрузку, то финансовая нагрузка в этом году и в следующем для ИПСов не сильно отличается. То есть, в этом году ИП платили взносы, ну, как и раньше, на пенсионное страхование и на медстрахование. Устанавливался размер фиксированных взносов, который складывался, собственно говоря, из этих двух взносов. С 2023 года взносы эти остаются, но оплачиваются они уже одним платежом, единый налоговый платеж. И по внебюджетным фондам распределяет единый налоговый платеж налоговая инспекция. То есть, платить отдельные платежки будет не нужно. Сама по себе сумма 45 842 рубля, она остается такой же. Собственно говоря, она была установлена и на 2021 год, и на период с 2021 года по 2023 год. То есть, это та же самая сумма 45 842, только разбитая на два разных платежа. Абсолютно такие же поправки были и в изменении, и в отношении фермерских хозяйств, то есть к ФХ, которые платят и за себя, и за каждого члена фермерского хозяйства. В качестве взносов сразу и на ОПС, и на ОМС. Что касается дополнительного взноса 1%, если ваш доход превысил 300 тысяч рублей, то вот здесь платят все, независимо от того, сколько вы заработали. Соответственно, если вы заработали больше 300 тысяч за год, то так же, как и раньше, перечисляется 1% суммы от превышения. То есть, точно так же, как и раньше, эти взносы платятся на пенсионное обеспечение. И, соответственно, в этом случае у нас получается ограничение сверху. В 2023 году минимальный максимум, извините, по платежам составит 257 061 рубль. А с учетом фиксированных взносов это составит 302 903 рубля. Ну, естественно, после того, как внесли поправки в налоговый кодекс про объединение фондов, про единую налоговую платеж, про автоматизированную упрощенку, то теперь не будет отсылок к 8-кратной сумме пенсионных взносов и так далее. То есть, отдельно платить взносы на пенсионку больше не потребуется. И, собственно говоря, вот резюме всего того, что я сейчас говорила, это то, что в 2023 году налоговая нагрузка на предпринимателей в части взносов за себя не изменилась. То есть, она остается такой же, как и была на 2022 год. А вот порядок уплаты, соответственно, изменяется. То есть, с 1 января следующего года для всех бизнес-субъектов вводится новый порядок уплаты налогов. То есть, уплата будет производиться на единый налоговый, на единый счет. Это будет касаться и эпистов, и, естественно, в части уплаты налогов за себя это тоже их коснется. Поскольку поправки в налоговый кодекс уже приняты, а вступают в силу они с начала следующего года. Соответственно, зафиксированы эти изменения в статье 430 налогового кодекса РФ. Точно так же сохраняется взнос 1%. Ну, собственно говоря, вот то, что мы с вами уже проговорили. Прошу прощения. Страховые взносы за себя перечисляют все предприниматели, хотя есть исключения. То есть, предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход, не состоят в системе страхования. Ну, соответственно, они не получают пенсионных баллов за период деятельности, а также им не начисляется страховой стаж. А вот ИП на автоматизированные упрощенки, которые, новый режим, который вот будет применяться, не должны платить взносы не только за себя, но также и за своих работников. При этом и ИП, и физические лица получат и стаж, и пенсионные баллы. То есть, это, так сказать, изюминка на торте. На самом деле, автоматизированная система, автоматизированная упрощенка имеет много плюсов, много минусов. Но прежде чем решить, будете применять вы ее или не будете, конечно, желательно просчитать налоговую нагрузку и ограничения, которые имеет эта система. А ограничений она имеет достаточно много, несмотря на всю свою привлекательность, на первый взгляд. Итак, с 2023 года у нас устанавливаются тарифы взносов, которые имеют единый размер, то есть единый тариф страховых взносов. Это будет составлять в пределах установленной единой предельной величины 30%, а свыше установленной предельной величины для страховых взносов это будет 15,1%. Здесь обратите внимание вот на что, что если ИП производит выплаты или иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета, судей федеральных судов, мировых судей, то есть тарифы страховых взносов в отношении таких предпринимателей, начиная с 2023 года, установлены в пределах единой величины и составляют 2,9 и 5,1%. При этом взносы на пенсионное обеспечение с этих выплат не исчисляются. То есть вот такую вот тонкость надо иметь в виду. Итак, предельная величина базы для начисления страховых взносов за работников. Вы видите, что суммы в 2022 году у нас были 1565 000 и 1 032 000. Сюда, естественно, не входит несчастное страхование, так сказать. То есть страхование от несчастных случаев на производстве, потому что размер этого страхования зависит от кода деятельности. То есть, соответственно, если у вас деятельность связана с вредными условиями труда, с большой физической нагрузкой, то, соответственно, и тарифы на несчастное страхование у вас будут выше. Некоторые работодатели вправе платить взносы по сниженным ставкам. Это статья 427 Налогового кодекса. И вам нужно проверить, попадаете вы под действие пониженных тарифов, или у вас другое КВЭД, и вы не можете их применять. Если у вас нет права на применение сниженных тарифов, то применяется в этом случае, ну, так называемый основной тариф, который в совокупности, опять же, дает 30% без учета взносов на травматизм. Обратите внимание на табличку. То есть, вторая колоночка – это у нас до достижения предельной величины. То есть, пенсионное обеспечение, всем уже давно знакомые проценты, 22%, социобеспечение 2,9% и медицинское обеспечение 5,1%. А вот, когда у вас достигается предельная величина, то, соответственно, у вас пенсионное обеспечение будет 10, социобеспечение 0, а медицинское также остается 5,1%. А вот, если вы попадаете, то есть, вы имеете право на пониженные тарифы, это не новшество этого года, это новшество начиналось в 2020 году. Соответственно, здесь нужно обратить внимание, что эти пониженные ставки касаются малых предпринимателей, малых предприятий и ИП, которые имеют в сотрудниках наемных. Почему я делаю акцент на малых предприятиях? То есть, для того, чтобы быть уверены, что вы ничего не нарушаете, вам нужно проверить, входит ли ваше предприятие в реестр малых, то есть, по реестру МСП проверить, потому что, если по какой-то причине ваше предприятие там не поименовано, то, естественно, нужно в срочном порядке эту ситуацию выравнивать, иначе вы попадаете на штрафы и на все финансовые санкции. Ну и, естественно, если вы индивидуальный предприниматель, у которого есть наемные сотрудники, то в этом году пониженные ставки для вас также будут действовать. То есть, здесь уже, как вы видите, есть ссылка на МРОД. То есть, если у вас выплаты превышают МРОД, то с превышения, то есть сумма, которая сверх МРОД, у вас будут действовать специальные ставки, то есть особые тарифы. Все категории льготников, то есть, кто имеет право на применение пониженных ставок, вы можете посмотреть в статье 427 Налогового кодекса Российской Федерации. Там достаточно большой перечень, поэтому здесь мы его не указываем. Значит, на сумму, которая свыше МРОД, пенсионное обеспечение взноса составит 10%, медстрах 5% и соцстрах 0%. Обратите внимание. То есть, прежде чем, ну, скажем так, приступать к планированию взносов и системы налогообложения на следующий год, вам нужно внимательно проверить, входит ли ваше предприятие в состав малых, не применяются ли у вас какие-то дополнительные режимы, то есть, например, патентная система и так далее. То есть, проверить все организационные данные вашего предприятия. Как я уже говорила про автоматизированную, упрощенную систему налогообложения с 1 июля 2022 года, она уже введена в действие, но только в четырех субъектах. То есть, так же, как профдоход для самозанятых, это тестируется в Москве, Московской и Калужской областях и в республике Татарстан. Привлекательность этого режима, на первый взгляд, ну, очень высокая. То есть, как бы, слюнки текут, но у него достаточно много подводных камней. Ну, самые основные вишенки на торте, это, собственно говоря, что не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог, не нужно будет сдавать отчетность, то есть, декларации и отчетность по работникам, и, естественно, платить взносы. И еще один плюс, что налогоплательщики будут освобождены от выездных налоговых проверок. Обратите внимание, что это выездные налоговые проверки. То есть, камералить они могут так же и с тем же энтузиазмом. Однако, из-за ограничений, этот режим, к сожалению, могут применять не все. То есть, первое, самое неудобное ограничение, это выплата заработной платы, в частности, физическим лицам, наличными денежными средствами. Мы об этом еще поговорим немножко позже. Но, собственно говоря, это основной, наверное, ну, одно из основных действий, которое снижает комфорт этого режима. При автоматизированной системе налогообложения, то есть, при АУФН, могут выбирать налогоплательщики также, собственно, как и сейчас, режим доходы, в этом случае ставка выше, чем сейчас. То есть, она будет составлять 8% вместо существующих 6%. И доходы минус расходы. В этом случае ставка, опять же, выше. И она будет составлять 20%, а не 15%, как мы привыкли. Еще один момент. Обратите внимание, что так же, как и сейчас, объект налогообложения можно будет изменить только с нового календарного года. То есть, так же, как и сейчас, если вы хотите со следующего года перейти на упрощенку, вы должны подать уведомление в налоговую инспекцию. Но, обратите внимание, подать не позднее 31 декабря текущего года. И вот дальше пошли, ну, как бы ограничения, которые, в общем-то, нивелируют привлекательность этого режима. То есть, соответственно, нельзя использовать АОСН тем, кто платит налоги единым налоговым платежом. А также выплачивает доход физлицам наличными. Про выплату я вам уже говорила, а вот про единый налоговый платеж, если со следующего года это становится обязательным требованием, то, как вы понимаете, здесь основное противоречие, ну, как бы заключено. Вторая ложка дегтя в этом резервуаре с медом, это то, что нельзя совмещать автоматизированную упрощенку с иными налоговыми режимами. То есть, сейчас мы можем, допустим, что-то у нас на патенте, а по остальному мы применяем упрощенку. При автоматизированной упрощенке такого делать будет нельзя. Ну, дальше как бы пошли плюшечки. То есть, налоговую декларацию при автоматизированной упрощенке ни организации, ни предпринимателей не предоставляют. Кроме этого, они не должны сдавать расчет по страховым взносам, то есть РСВ-шку. Сумма налогов на доходы физических лиц, то есть 6 НДФЛ, в этом случае банк самостоятельно будет и перечислять, и удерживать. Ну, и 4 ФСС, естественно, тоже подавать не нужно. То есть, практически отчетности на автоматизированной упрощенке ну, фактически нет. Кто может применять автоматизированную упрощенку? Ну, в этом случае ее могут применять организации, предприниматели с годовым доходом не более 60 миллионов рублей и численностью работников за налоговый период не больше 5 человек. То есть, это, в принципе, микропредприятие. Опять же, вернусь к тому, что для того, чтобы удостовериться, что вы подходите под эти критерии, вам надо проверить реестр предприятий МСП. Ну, и дальше уже решить, выгодно вам применение этого или не выгодно. То есть, получается, что наряду с преференциями, которые получают бизнес индивидуальные предприниматели, с тем, что облегчается перечисление налогов, то есть, вводится единый налоговый платеж, новая вот эта автоматизированная система, у нее достаточно много ограничений. В первую очередь, доход, ну, лимит дохода гораздо меньше обычной упрощенки и гораздо меньше численности, то есть всего 5 человек. И еще один минус этой системы, это в том, чтобы предприниматель, если вы захотите применять все-таки этот режим, должен открыть расчетный счет в уполномоченном банке. То есть, уполномоченный банк сейчас, это список из пяти наших основных банков, которые имеют, ну, сейчас все банки имеют электронный документ, это оборот с налоговой инспекцией, но расчетный счет должен быть открыт только в тех банках, которые указаны в этом списке. Понятно, что список будет расширяться, и, скорее всего, к январю в нем будет не 5 банков, а гораздо больше, но, тем не менее, в этом случае вы уже сами не сможете выбирать, какой банк. поскольку банки будут внесены в специальный реестр, и этот реестр будет размещаться на сайте налоговой инспекции. Пока место такого реестра там не выложено, есть просто рекомендованный список банков. Ограничения, которые возникают при желании работать на автоматизированной упрощенке. То есть я уже говорила, что этот режим не могут применять те, кто платит налоги единым налоговым платежом, выплачивает доход физлицам наличными, нанимает налоговых нерезидентов. То есть это практически иностранные специалисты, гастарбайтеры и так далее. А также сотрудников на работы, которые дают право на досрочную пенсию. То есть это, в принципе, те предприятия, которые занимаются, например, строительным бизнесом, или где есть еще другие вредные производства. Ну, соответственно, если вы не открыли расчетный счет в уполномоченном банке, который входит в список, то вы тоже не можете применять автоматизированную систему. Соответственно, кроме вот этих ограничений, сюда нужно добавить и дивиденды, и, соответственно, если у вас есть сотрудники или юрлица, по которым вы выплачиваете вознаграждение со ставками 9,15 и 35%. Таким образом, ну, собственно говоря, это ограничения по доходам. То есть если вы выплачиваете сотруднику больше, чем 5 миллионов в год, в этом случае вы не можете применять эту систему, поскольку этот доход будет облагаться по ставке 15%. Также, если вы проводите какие-то бартерные операции, взаимозачеты, ну, то есть выплачиваете заработную плату какой-то продукции своего предприятия, то есть выплачиваете доходы в натуральной форме, или если возникает материальная выгода. Вот это тоже очень неприятный момент, потому что, к сожалению, сейчас большинство предприятий имеет взаимы, которые предоставляются, ну, естественно, в большинстве случаев это либо учредителям, либо собственникам, и в этом случае у вас возникает материальная выгода. Ну, в этом случае вы тоже автоматизированную прощенку применять не можете, или сразу должны учитывать, что будет стоять жесткий запрет на всякие заемные средства, которые вы выдаёте либо работнику, либо учредителю, либо каким-то взаимозависимым лицам. Взаимозависимые лица, обратите внимание, что этот перечень достаточно четкий и в налоговом кодексе прописан, что является взаимозависимостью. Теперь прелесть, скажем так, начисления и уплаты налогов при автоматизированной упрощенке удобно то, что это ежемесячно, то есть не ежеквартально. В принципе, ежемесячно сумма, получается, не такая уже большая. И плюс к этому, что рассчитывает её налоговая инспекция. Соответственно, поскольку она получает информацию о доходах и расходах, которые проходят через банк, либо с помощью онлайн-кассы. Кроме этого, вам обязательно нужно настроить. Это сделано в конфигурации и 1S ERP, и в других. То есть доходы надо разделить на учитываемые и не учитываемые. Мы немножко позже к этому вернемся, посмотрим на примере демобазы. Ну и плюс, если у вас возникли какие-то доходы, которые были минуя банк, то есть какими-то взаимозачетами вам, например, услуги оказаны и так далее, то есть предприниматель в этом случае может через свой личный кабинет внести такие доходы самостоятельно. Требуется это сделать до 5 числа следующего месяца. И, соответственно, по этому поводу налоговая инспекция либо включит, либо исключит эти доходы из общей базы. И до 15 числа следующего месяца через личный кабинет вам должны будут сообщить, сколько ваша налоговая база составила, то есть сколько был доход, сколько был расход, сумма убытка, если такой был, или если, допустим, переносился убыток с прошлого периода, и сколько вам начислен сам налог. Если у вас, например, была переплата, то, соответственно, о сумме зачтенного налога, либо если у вас был торговый сбор. Как и при обычной упрощенке, опять же, автоматизированное учитывает доходы от реализации и вне реализационные доходы. Здесь у нас также действует кассовый метод, то есть все доходы у нас признаются на дату поступления денежных средств, то есть это либо выписка по банку, либо оформление кассового чека через онлайн-кассу. И та же история с расходами, то есть тоже кассовый метод, но при этом есть одна тонкость, то есть если у вас есть расходы, которые вы сделали в наличной форме, то вам будет необходимо через кассу провести оплату. Это, опять же, требования налогового кодекса, вы можете посмотреть. И плюс к этому посмотреть еще письмо, которое датировано сентябрем прошлого года, то есть у него ровно год исполнится через несколько дней. Если у физлица приобретаются товары для перепродажи, это в основном сейчас сильно касается тех, кто, например, торгует средствами индивидуальной защиты, когда маски и другие товары изготавливают, например, либо самозанятые, либо просто физические лица. То есть обратите на это внимание. Платить, считать и платить налог. Я уже говорила, считать его не придется, это делает сама налоговая инспекция. И, собственно говоря, после этого вы получаете уведомление в свой личный кабинет. И у вас остается 10 дней для того, чтобы уплатить этот налог. Уплатить этот налог нужно, опять же, ну, только через уполномоченные банки. Теперь о приятностях. Предпринимательно автоматизированные упрощенки освобождаются от уплаты фиксированных взносов за себя, в том числе и 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей. То есть вот самая большая привлекательность этого нового режима для ипистов, это то, что, во-первых, не сдается отчетность, во-вторых, не рассчитываются конкретно налоги и так далее. И если у ИП нету наемных сотрудников, то вообще никаких страховых взносов платить не надо. То есть, соответственно, для некрупных ИП, которые занимаются мелким бизнесом, это очень серьезный аргумент в пользу использования такого режима. Значит, в этом случае, если же у ИП есть наемные сотрудники, то практически такой работодатель платит только страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеванию. То есть привычная аббревиатура НС и ПЗ. Но еще одна плюшечка. Сумма в этом случае у нас получается фиксированная. Не зависит от количества работников. И будет она индексироваться ежегодно. Платить нужно будет равными частями. Обратите внимание, что сроки зафиксированы не так, как, допустим, авансовые платежи по 170 рублей в месяц. В этом случае ни отсрочек, ни рассрочек предприниматели получить не смогут. То есть на вот эту фиксированную сумму ни отсрочки, ни рассрочки не распространяются. Теперь практический момент. То есть вот мы все прочитали, все послушали по поводу этого нового режима. И как практически мы можем на него перейти. Если предприниматель зарегистрирован в этом году, точнее с 1 июля этого года, то в этом случае он может переходить на этот режим в абсолютно стандартном порядке. так же, как и сейчас, переход на упрощенку. То есть в течение 30 дней после даты регистрации. Значит, в этом случае вы должны в налоговую направить уведомление о выбранном спецрежиме. То есть либо вы применяете традиционную упрощенку, либо вы применяете автоматизированную упрощенку, либо вы на общем режиме остаетесь. То есть в зависимости от того, что вы выбрали. И сейчас, если компания у вас уже была зарегистрирована, либо для индивидуальных предпринимателей, если вы, например, были зарегистрированы ну, несколько лет назад, а потом прекращали свою деятельность и возобновили ее, например, в Польше, то это уже будет спорным вопросом. Потому что единого мнения на эту тему нет. И арбитражной практики по камень тоже, к сожалению, нет. Если компания у вас уже действующая, то есть вы зарегистрированы, ведете деятельность уже, например, и в прошлом году вели, и в этом году вели, то тогда вы сможете к этой системе подключаться только со следующего года. Ну, естественно, опять же, подав заявление в налоговую инспекцию до 31 декабря. Подать уведомление можно как через личный кабинет налогоплательщика, так и обычными способами, то есть принести лично, отправить по почте. Вот еще один минус, который при этом присутствует, что если вы выбрали автоматизированную упрощенку, то в течение календарного года вы перейти на другой режим налогообложения уже не сможете. Мы немножко позже вернемся к регламентированной отчетности в демо-базу и в личный кабинет. А сейчас еще вот один момент практически. Например, вы выбрали упрощенку автоматизированную, но слетели по каким-то критериям. Может быть, лимит превышен. Ну, то есть по каким-то из критериев вы теряете право на применение упрощенных системы налогообложения. Автоматизированной. В этом случае вы должны уведомить налоговую инспекцию либо через личный кабинет, либо через свой банк. Вот это достаточно необычный способ уведомления, потому что раньше через банки налоговиков мы не уведомляли, например, о прекращении применения упрощенки. Соответственно, такое уведомление вы должны отправить не позднее 15-го числа следующего месяца. И с момента, с месяца вернее, в котором вы утратили право на автоматизированную упрощенку, считается, что вы перешли на общий режим налогообложения. Если вы по какой-то причине не сообщили в налоговую об этом, то налоговики сами, поскольку они получают автоматизированные сведения из банка, то с момента обнаружения такого нарушения в течение 10 дней, они вам должны через личный кабинет направить уведомления об утрате права на применение спецрежима. Сейчас мы с вами перейдем в демо-базу. И хотелось мне показать вам в разделе НСИИ и администрирования. У нас есть раздел регламентированный учет. И, соответственно, в регламентированном учете у нас есть вот такие подразделы при открытии каждого из которых мы видим дополнительные поля, которые надо либо заполнить, либо не заполнить, в зависимости от того, какая у вас ситуация. То есть первое, что следует просмотреть, это вот эти настройки, просмотреть под режим отчетность. И, собственно, что нас интересует здесь больше, чем настройки, то есть это я просто делаю акцент на том, что прежде чем что-то смотреть, если у вас уже настроена действующая программа, стоит проверить базовые настройки, которые в последних релизах изменились в связи с изменением налогового законодательства. После этого мы должны перейти в регламентированный учет. И здесь есть подраздел 1С отчетность. Ну, в принципе, вы с ним, наверное, все знакомы достаточно хорошо. То есть у нас есть сам журнал отчетности, то есть мы переходим от регламентированной отчеты и попадаем в журнал регламентированной отчетности. Вот он у нас с вами. Это рекламка на новый сервис 1С отчетность, когда предприятие напрямую из 1С общается с налоговой инспекцией, заменуя оператора. То есть Астрал, Тензор, СБИС и так далее. Это звено, так сказать, выпадает в этом прелесть в том, что вам не нужно будет ежегодно платить за продление лицензии на работу с операторами. И, собственно говоря, ускоряется взаимо обмен данными. То есть напрямую в данные уходит налоговая инспекция, напрямую из налоговой инспекции приходит к вам прямо к программу. Статусы здесь вы тоже знаете. То есть если вы сдали и еще не получили ответа, то будет статус в работе. Если получен уже ответ налоговой инспекции, то статус соответственно будет либо сдан, либо останется неизмененным. И обратите внимание, хочу на верхнюю панельку, на верхнее меню. То есть видите, здесь идут уведомления, письма, входящие и личные кабинеты. Абсолютно тот же самый набор функций мы с вами видим, если мы переходим в аминтированный учет. Если мы переходим в это подменю, и вот он у нас уведомление, письма, сверху, личные кабинеты. То есть на самом деле видимость этих операций и из режима журнала, и из меню настроек, можно хоть оттуда, хоть оттуда ее использовать. И для нас здесь важно то, что здесь, сейчас я отсюда уйду, потому что через журнал операции более компактно получается. То есть уведомление это обмен соответственно с налоговыми инспекциями и получение от них каких-то требований и так далее. Ну и поскольку он сводится автоматизированная упрощенка, то соответственно уведомление от налоговой инспекции. Обмен письмами это у нас переписка, например, поступление запросов каких-то на документы и так далее. И интересует нас больше личный кабинет. Хочу напомнить, что с этого года обмен с налоговой инспекцией идет только при наличии квалифицированной электронной подписи, которая выпускается только налоговыми органами. То есть если раньше можно было оформить через, например, контур, УСБИС и так далее, то с нового года только через налоговую инспекцию. Обратите на это внимание, проверьте, чтобы у вас была оформлена электронная квалифицированная подпись. И здесь у нас идут личные кабинеты налогоплательщика или юрлица или ИП. Ну, допустим, перейдем по личному личный кабинет ИП. То есть здесь как бы минуется этап обмена файлами. И зайти вы можете и через учетную запись госуслуг, и через подпись, то есть, собственно говоря, любым удобным для вас способом. Точно такая же история у нас с юрлицами. и соцстрахом. То есть есть личный кабинет соцстраха и есть в соцстрахе личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности. То есть это у нас если у вас есть наемные сотрудники, то это, соответственно, работа с их больничными. Вот этот режим очень удобный, потому что практически как только оформлен больничный лист, вы сразу это видите. То есть в личном кабинете отражаются и оформленные листки нетрудоспособности, поскольку в 2022 году обмен напрямую с медицинскими учреждениями только электронными листками нетрудоспособности. Ну и, соответственно, дальше идут другие, то есть Росалкоголь регулирования и природный взор. И немножко отклоняясь от темы нашей встречи, хочу сказать пару слов про статистику ФТС. То есть с этого года, как вы знаете, статистика уже применяет на практике штрафные санкции за нарушение сроков предоставления отчетности или за не сдачу отчетности. Если раньше они на это смотрели сквозь пальцы и говорили ай-яй-яй, сдайте, пожалуйста, и можно было прислать им ну уже так сказать вслед уходящему поезду и по электронной почте и через их сайт, то сейчас за такие фокусы уже будут штрафные санкции до 70 тысяч рублей, достаточно в общем-то ощутимая сумма. Ну и соответственно кроме того, что санкции на юридическое лицо, санкции налагаются еще на ответственных лиц. Ну чаще всего это соответственно либо сам ИП, либо если есть наемные сотрудники, это может быть и ИП, и директор, и главный бухгалтер. Ну вот эти сервисы они помогают быстрее ускорить документооборот, быстрее среагировать, ну и соответственно если есть возможность что-то исправить, то быстренько подправить. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И вот какой момент. то есть еще раз юридическое так сказать обоснование этой автоматизированной упрощенки. То есть тестируется она у нас сейчас в экспериментальном формате. Перейти на нее сейчас в этом году могут только вновь зарегистрированные фирмы ИП. Если у вас ИП действовала ранее, потом прекращала деятельность, потом возобновила, ну как обычно с новым УГРМ, в этом случае вам нужно быть очень внимательно, поскольку вопрос спорный и на данный момент неоднозначный, поскольку судебной практики еще нет. Это так сказать собран небольшой дайджест, потому что мы с вами проговорили по упрощенке. Значит плюсы не надо сдавать самому считать налог, сдавать декларацию и платить взносы работников. Для ИП, который не имеет наемных работников, этот пункт очень привлекательный, потому что он экономит еще и на взносах для себя. Ну и плюс отсутствие выездных проверок. Единственный момент, что, во-первых, на какой период это будет действовать, сейчас пока не совсем понятно. Ну а во-вторых, выездных проверок у ИПИСов, и так было достаточно много. Ставки выше, как я уже говорила, 8% и 20% против нынешних 6% и 15% лимит сильно ниже, то есть 60 миллионов годовых. Платить налог нужно ежемесячно и счет открывается только в полномочном банке, то есть банки, которые включены в реестр. Это, так сказать, основные минусы и плюсы этого режима. Теперь, что, если мы хотим перейти или мы зарегистрировали, например, новое ИП, как мы можем в 1С, в ERP посмотреть и изменить настройки предприятий. В последних релизах большинства самых популярных конфигураций 1С уже внесены исправления, которые связаны с изменениями в налоговом кодексе, с введением единого налогового платежа, ну и, собственно, всеми остальными нашими новшествами, которые были в этом году приняты. Обратите внимание, в 1С ERP релиз 2.5, то есть с релиза, который выделен красным, там уже внесены исправления и изменения. В более ранних релизах таких исправлений еще нету, то есть с 20.06 было обновление, вот, поэтому проверки. Ну и по остальным, собственно говоря, конфигурациям тоже внесены исправления, они практически все датированы июнем или июлем и, собственно, практически все основные конфигурации, которые содержат данную в регламентированном учете, то есть это ERP, УХ, бухгалтерия Корп, обратите внимание, троечка, бухгалтерия просто, тоже троечка, то есть, например, если у вас стоит бухгалтерия Корп, но два, там уже нужно быть внимательнее, комплексная автоматизация и управление торговлей, это все практически, видите, датировано одним и тем же месяцем, то есть это июньские и июльские для холдинга изменения. теперь если я хочу перейти на упрощенку со следующего года, если, например, я все подала, представим, что у нас уже декабрь, что я подала все заявления и теперь хочу перенастроить режим. В этом случае у нас в блоке налогообложения вот здесь вы видите слайдик, который касается управления небольшой фирмой, то есть не ERP, а управления небольшой фирмой, но общий принцип одинаковый, то есть если мы выбираем общее, то, соответственно, мы не будем видеть остального, если мы выбираем упрощенка, то у нас будет доступна настройка. Я сейчас перейду еще раз в демо базу, и мы с вами посмотрим, где это происходит, так сказать, в жизни. То есть это настройки, которые касаются учетной политики и относятся они к организации, то есть настройка организации. Хочу обратить ваше внимание, что если у вас настройках установлен флажок, что ведется несколько организаций, то в этом случае вы увидите меню организации вот в этом разделе НСИ. Если у вас не установлен флажок работа с несколькими организациями, то в этом разделе меню организации у вас не будет, будет только предприятие и переход будет через эту позицию. Мы с вами сейчас посмотрим, возьмем на выбор любое юрлицо, которое есть в нашей базе и где это все делается. То есть это настройка организации, основное и общая информация. Здесь мы должны проверить все наши сведения, то есть это как обычная регистрация. И дальше перейти на закладочку учетная политика и налоги. То есть соответственно настройка системы налогообложения. по ссылке изменить переходим и вот смотрите у меня стоит допустим если стоит общая то минимум видимо такое. Соответственно если упрощенная то мы можем уже потом ввести данные по поводу когда подано заявление все снести все данные которые касаются будет доступна настройка автоматизированной системы управления. еще хочу обратить внимание на то что здесь у нас действует история по ссылочке история можно провести так сказать ревизию ваших учетных политик и хочу обратить еще внимание на такой момент что в бухгалтерии например учетная политика заполняется конкретно для организации а в ERP вы можете сделать ну скажем так библиотеку например и упрощенная написать автоматизированная упрощенная система и выбирать ее для разных юрлиц если у вас например группа компаний то есть один раз создать учетную политику и потом выбрать ее для разных юридических лиц обратите внимание меню настройка учета по УСН и здесь мы соответственно если мы выбрали автоматизированные упрощенки то здесь мы уже выбираем точно так же выбирается режим доходы или доходы минус расходы и остальные параметры то есть есть у вас наемные работники или нет еще один момент то есть если мы выбрали упрощенную автоматизированную упрощенку то в этом случае нам нужно будет настроить и статьи движения денежных средств то есть например указать доходы которые не войдут в общий доход ну это например может быть поступление заемных средств то есть это не доход это временное использование денежных средств и соответственно в этом случае нам нужно будет еще заполнить статьи движения денежных Сейчас мы с вами снова вернемся к слайдикам. Мы переходим к статьям движения денежных средств. И здесь у нас появилось вот такое окошечко. И мы должны назвать каким-то образом статью, например, оплата кредитов или получение кредитов и заемных средств. И проставить вот этот сложочек, то есть не учитывается в налоговой базе по АОСН. Это могут быть и доходы и расходы. Если вы, например, расходы будут важны, если вы выбрали доходы минус расходы. И здесь обратите внимание, что контролировать, какие операции вы включили, какие исключили, точнее не операции, а какие статьи движения денежных средств вы включили, какие не включили, никто не будет, кроме вас. То есть должны сами налогоплательщики контролировать вот этот список. Ну, естественно, если вы вдруг в каких-то рискованных сделках там засветились или еще что-то, или против вашей организации возбуждено уголовное дело, то в этом случае, конечно, проверят все. Что и обоснованность включения или исключения статьи движения денежных средств. Ну, то есть здесь нужно быть очень внимательным к этим настройкам. Я хочу снова вернуться к нашему титульному листу. Наша сегодняшняя встреча, в общем-то, подошла к концу. Я хочу еще раз показать вам наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, адрес сайта и поблагодарить вас за то, что нашли время для нашей встречи, за то, что проявили внимание к нашей публикации. Приглашаем вас на следующей встрече и будем очень рады оказаться вам полезными с любыми работами, услугами, которые касаются 1С. Все вокруг, около, настройки, доработки и так далее. Будем очень рады вас видеть, слышать и ждем от вас переписку, отзывов. Если кто-то не успел посмотреть, допустим, целиком или оказалось неудобное время, то через некоторое время мы выкладываем на сайте запись вебинаров, и вы можете ее посмотреть в более, например, удобное для вас время. На этом разрешите еще раз вас поблагодарить. Компания Кодерлайн прощается с вами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok